Продолжение следует... Продолжение следует... А потом, я надеюсь, мы минут 10 поговорим, если у вас будет такое желание. Спасибо. Продолжение следует... И когда мы говорим про войну, то, вообще-то говоря, возникает вопрос, где граница между тем, что кто-то торгует какой-то чужой позе, кто-то страдает, кто-то пишет какие-то мемуары, кто-то сидит в архивах. И для меня это очень как бы неловко всегда и сложно. У меня воевал дед, и он никогда не смотрел фильмы про войну. Как только они шли по телевизору, он говорил, ну, давайте переключим какой-нибудь футбол или что-то еще. И он очень сильно это не любил. Первый раз я оказался в Ленинграде подростком, мне было 12-13 лет, я ехал в Норвегию. И я был там несколько дней, всего лишь здесь. Я помню какие-то мосты, мороженые, и мне не было вообще никакого дела, потому что была какая-то блокада. И, в общем-то, я впервые понял, что было что-то на самом деле. Это когда я был, я работал экскурсоводом в Петербурге, и просто шел в какой-то экскурсии. И мне как-то так совершенно спокойно экскурсовод говорил, что ну вот здесь, вы знаете, высаживались люди, они пытались отвоевать эту землю, и они себе погибли. Ну и потом пошли дальше, там счастливые какие-то, потому что немецкие туристы. Какая-то очень обыденная жизнь. И я впервые почувствовал, что как-то очень странно, что была какая-то смерть, и потом она куда-то исчезла. Сейчас будут небольшие паузы, но я надеюсь, что вам будет интересно, и какие-то вещи, о которых будут говорить, они найдут отражение, в общем-то, в ваших сердцах. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 ens Bauкта要 и его работа о моем аналитете. peace, mama каждый день возвращалась и так, до конца блокады. То есть, они выжили. И, конечно, вот эта история меня глубоко потрясла лично, потому что одно дело, читать о provocании книгах, даже идти в музей блокады, а вот разговариваешь с тем человеком, который все это пережил – это, конечно, совершенно другое ощущение. Я задумался, как же люди вообще выжили тогда в блокаду. И выяснилось, что блокаду люди читали книги. Я не поленился, залез в интернет и узнал, что, оказывается, с 52 библиотек, которые у нас в городе были, в Ленинграде, больше половины работало адвокатов. И посетителей было по несколько десятков этих библиотек. То есть получается, что даже в невыносимых условиях, когда норма выдачи хлеба дошла до 125 граммов, а вы знаете, что 125 грамм – это грань выживаемости. Ведь много легенд ходит о том, что немцы город не хотели взять. Это неправда. Вот недавно скончавшийся профессор Фролов, он доктор наук исторических, доказал документы, что немцы город взять не смогли. Они несколько раз пытались и не смогли, и поэтому они перешли к блокаде. Вот такой немецкий ученый, который написал докладную записку Гитлеру, что не надо дальше штурмовать город, не надо, чтобы немецкие солдаты погибали, мы узнали, что в городе норма выдачи хлеба 125 грамм, а он был специалист по питанию, все умрут сами. И немцы перешли к блокаде города. Но что было дальше, мы знаем. А я с того момента стал себя спрашивать, а как же книга вообще влияет на то, как человек может выжить нереально страшных обстоятельствах. И нашел тому подтверждение уже, сейчас я расскажу несколько историй, которые произошли с моими героями. Но одна история такая нетрагическая совершенно, но тем не менее. Вот здесь мало мужчин, вряд ли кто-то служил в Советской Армии, ну или немного. И, наверное, вы не знакомы с таким понятием, как дедовщина лично. Но это было страшное дело в Советской Армии. Вот один мой знакомый, сейчас он священник, живет в Ростове, отец Андрей Немыкин, он попал служить в конвойный полк. То есть они сопровождали зэков в Столыпинских вагонах и по городу Воронежу между следственным изолятором возили и судом. И дедовщина была настолько, говорит, жуткая, ну вот это общение с зэками, конечно, сказывалось, что я, говорит, спасался тем, что оказывается, вот неожиданно он мне сказал, до армии я любил читать. И я, говорит, дедам рассказывал про историю пунических войн, про античную историю. И они, говорит, заслушаются и забывают вообще, что они от меня хотели. И плюс, нам очень важно было не озвереть вот от этой службы. И как выдавалось свободное время, я, говорит, шел в библиотеку и все свободное время проводил в этой библиотеке. Поэтому благополучно заслужил и сейчас, вот, как я сказал, служит в Ростове. Ну, конечно, какая книга такая у нее и судьба. Вот с одним моим знакомым произошла показательная история, как книга нашла свою судьбу. Это был штурм Грозного, январь 95-го года. Группа морских пехотинцев ворвалась в подъезд, была такая задача захватить этот подъезд. В подъезд они захватили, но возникла проблема. На чердаке засели снайперы, которые то гранату им вниз бросят, то выстрелят сверху. Ну, как вот туда, представляете, что такое последний этаж, люк наверху. Никак туда, к ним не подняться, а оттуда все время что-то прилетает. Ломали голову, непонятно, что делать. И вдруг один боец говорит, слушайте, там, говорит, в квартире лежат пачки с книгами Джохара Дудаева. Ну, кто такой Джохар Дудаев, многие из вас знают. Это тогда был глава Чеченской республики. Книги хорошо изданные, на глянцевой бумаге. Давайте, говорит, сейчас, говорит, мы их в кучу соберем и подожжем. Потому что вообще пожар устроить не такое простое дело. Собрали книжки, подпалили их, и загорелся чердак. Ну, у снайперов выбор какой. Либо, значит, сгореть заживо, либо прыгать с пятого этажа на асфальт. Ну, не знаю, что они там выбрали. Но вот так вот Джохар Дудаев, получается, своих сподвижников там и погубил. Ну, это, как я сказал, какая книга, такая у нее и судьба. Вот у меня есть знакомый, который живет в Краснодаре. И он рассказал совершенно удивительную историю. Тоже это было во время боевых действий на Северном Кавказе. Его ранило, но ранило не тяжело. То есть осколок попал в пятку, пробил каблук и немного ранил ногу. Говорит, так, кровило чуть-чуть. Я, говорит, пришел в палатку, где оказывают помощь раненым. Ну, там врачи посмотрели, чем-то красным, говорит, мне помазали. Сказали, иди отсюда, не мешай тут нам заниматься серьезно ранеными. Я, говорит, вышел из палатки, вроде болит, но уже не страшно, потому что сказали, что все нормально. И вдруг, говорит, вижу, из палатки выносят носилки, закрытые простыней. На войне своя страшная логика оказания помощи оказывает помощь не тому, кто ранен сильнее, а кто с точки зрения врачей может выжить. Поэтому, если человек очень дежурно ранен, ему не оказывают помощь. Его просто выставляют, как в этом случае, из палатки умирать, и пытаются спасти тех, кто еще может быть спасен. И вот как раз одного такого человека вынесли из палатки. И вот Вячеслав, говорит, я, говорит, смотрю, и мне, говорит, стало страшно, а даже простыня не поднимается. Вот где рот, с головой уже накрыли, ну просто отходит человек. И мне, говорит, жутко стало, потому что вот на глазах сейчас человек уйдет. Он еще жив. А он, говорит, у меня с собой была Евангелие и псалты в таком мягком переплете, тоненькая книжечка, я, говорит, всегда с собой носил на войне. Я, говорит, открыл наугад и стал читать, как оказалось, псалмы. Я читаю и вдруг вижу, поднимается простыня, вот где рот, над головой. Сначала подумал, может, ветер подул или что-то такое. Читаю дальше. И вдруг смотрю, снова поднимается простыня. Я понимаю, что человек задышал. Крикнул, выбежали врачи, схватили носилки, затащили снова в палатку. И, кстати, этот парень выжил. То есть. И Вячеслав, говорит, я, говорит, в кожаный переплет, это Евангелие и Псалты. И переплел, и, говорит, так, говорит, всю войну, он прошел обе чеченской кампании, так, говорит, я, говорит, с ними, с этой книгой и не расставался. Ну и, конечно, вот как книга может изменить не только жизнь одного человека, но и этот человек может повлиять на многих других. Это история архимандрита Кирилла Павлова. Может быть, кто-то из вас слышал, совсем недавно скончался, был очень известный у нас священник, он в Троице Сергея Лавры очень долго жил. И никто не знает, что это тот самый Павлов, сержант, который оборонял дом Павлова в Сталинграде. Ну, о доме Павлова многие из вас слышали. Но советская пропаганда не могла совместить эти две вещи. Ну, сержант Павлов, который в течение 58 дней держал дом, и на карте Павлиуса этот дом был помечен как крепость. Хотя, на самом деле, это был обычный многоэтажный дом, там 4-5 этажей было. И вот как раз в этом доме отец Кирилл нашел Евангелие. Ну, представьте себе, улица Ленина, площадь Ленина, вернее, там два дома. Вот один дом, это где жили партийные руководители. Это, ну, по нынешнему, как мы сейчас сказали, элитное место. И вдруг он там во время боя нашел Евангелие. Когда все закончилось, то есть дома они отстояли, то есть он это Евангелие положил в свой рюкзак, и так дошел до конца войны. И после войны вместе, вот вдумайтесь, с двумя тысячами фронтовиков, они уж пришли в Троицу с Ергою Лавру. Об этом тоже мы, наверное, никогда не слышали, и я вот узнал первый раз. И отец Кирилл стал духовником нескольких патриархов. Вот, к большому сожалению, совсем недавно он скончался. Но вот то Евангелие, найденное им в бою, оно изменило его жизнь, а он повлиял и на жизнь многих-многих верующих людей. Я очень рад, что мне предоставилась возможность сегодня рассказать вам о некоторых героях моих книг. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Меня зовут Кристиану. Я не из России. Семья моя никакое отношение, скажем, физическое или культурное к блокаду не имели. Возможно, единственная связь в том, что мой дедушка был Кангасейл, скажем, это были разбойники из Северо-Востока, которые, правда, использовали Маузер, прям как захватчиков города Ленинграда при Блокадо. Это, возможно, единственная связь. Я родился в городе Форталезе на Северо-Востоке, Бразилия. И сегодня занимаюсь исторической реконструкцией в России, не только в Санкт-Петербурге, как и в других городах. И что ввел меня такой интерес в истории Советского Союза, России и особенно Красной Армии. Когда я был ребенком, я прекрасно помню, как нас рассказали много о Красной Армии. Не только о Красной Армии, но и мир, в котором я родился, это был довольно сложный мир. Война в Ираке. Сразу придет ко мне тетя, плакала, рассказала мне о том, что боялась, что мы будем все умирать, потому что в Ираке собирались использовать мать всех бомбов. Мой родитель, мой отец тогда, простой человек, сын Рыбака, она ничего не поняла о военных дел, и тем не не я. Я в прессе считал, что это была глупость, потому что я всегда думал, что поскольку я видел по телевидению, бомбы умеют взрывать только небольшую зону. И сразу говорят, что есть такая бомба, которая не может уничтожить целый мир. Вот так нас передали в новости. Пару дней назад я, как блогер, как бразилец, живущий в России, ко мне обратились журналисты из Бразилии. Мне спросили по поводу другую войну, которая совсем актуальная тема, война в Сирии. Кристиану, правда ли, что в городе Санкт-Петербурге, в России, люди стали хранить еду, пишу, для того, чтобы готовиться к третью мировую войну? Я тогда ему и дал ему такой ответ. Нет. И это неправда. Здесь был солнечный день. Люди ходили на улице, танцевали под музыкой. Здесь был очень солнечный день. И люди, русские, совсем спокойны. Как были русские при блокаде Ленинграда, как я видел в музее блокады Ленинграда, когда даже при осаде нацистов они организовали соревнования спортивные, они даже сотворили замечательную симфонию облака Ленинграда, для того, чтобы показать всему миру, что Россия, это не страна паникеров, для того, чтобы показать, что город наш, разрешите мне так сказать, это живой город с душой, который даже сотворит симфонию про блокады. Я тогда стал думать, что если по всему миру, многие говорят, что в России журналисты, это пропагандисты правительства России, на Западе журналисты, это в основном паникеры, трусы и люди, которые вообще ничего не знают, что такое Россия, что такое русский народ. О русском народе, о Советском Союзе, я стал слышать еще в детстве, когда нас в кино, в азовном американское кино, в Бразилии в азовном кино, которое покажет, это американское, даже французское кино, или испанское, или аргентинское, то есть наши соседи, в азовном это не покажут. И образ советского солдата, образ русского человека, он всегда самый страшный. Даже, возможно, вы посмотрели несколько фильмов, как Рэмбо, как Красный Скорпион и другие. Они всегда злодейшие люди, но при этом я видел несколькие противоречия. Я тогда был ребенком, вот как этот ребенок, и прекрасно помню, как все эти злодея, злодея американского кино, которые изображали советский солдат, красный солдат. Были всегда высокие, сильные актеры, и мы тогда были все ребятишки, и кто из нас не хотел быть большим и сильным, когда мы стали бы взрослыми. И это, в принципе, да, привлекало мое внимание, то есть такая армия. Я посмотрел иногда в новости, как показывали Красную Армию, как мужчины, которые ходят в щенели, с длинным щенелем. Считал все это красиво, очень интересная и необычная эстетика человеку, который вырос в тропикальном стране. и я тогда встал... Я вырос, конечно. Я вырос. Вырос в детстве, играл со многими детишками, которые были слишком бедные, которые жили в фавелах, у которых родители работали в селой жизни, но при этом жили все равно бедно. Я сказал бы, даже страшно. Я жил нормально, поскольку мой отец был во многом успешным человеком. И всегда думал, все эти ребятишки, которые играли со мной, они были хорошие люди, но сегодня они живут в нищете. Почему? Они все люди, как я, они должны будут жить по-другому. И тогда в школе я изучал, что есть такая система, которая приложила покончить с нищетей в мире, для того, чтобы каждый человек, рабочий, жив бы достойно. Коммунизм, научный коммунизм Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Я тогда в своем молодости посмотрел такой интересный фильм, называется «Список Шинглера», в котором показывали, как миллионы людей страдали при концлагерях нацистов. И это, в принципе, мне было очень трогательно. И я прекрасно помню, как в конце этого фильма приезжает советский офицер и всем говорит, вас освобождала Красная Армия. То есть такая же Красная Армия, такую же Красную Армию, которую всегда нам представляли, как армию злодейши, как мерзавцы и подонок. Армия, которая освобождала миллионов людей. Итак, я решил обратиться к библиотекам и исследовать историю Красной Армии. Видел много противоречивой информации. Я стал поискать информацию о вождя этой Красной Армии, Джугашвили, Йосиф Иссаренович, и сразу нам написали о том, что этот человек уничтожил 2 миллиона жизней, а потом 10 миллионов, а потом 50, 100 миллионов. Что-то было не так. И мне печально, что сегодня в Бразилии один из редких источек информации о советской системе, о годах войны, это вот прям такие, я даже книгу предпочитаю не назвать. То есть от Виктора Суворова, дедокол, книга, которая расскажет нам о том, что Вторая мировая война на самом деле это началось из-за поступки Советского Союза. Просто, по-моему, это очередный бред. Я хотел узнать правду. Я хотел узнать, как все было на самом деле. Как могла армия, которая спасала миллионов, сразу уничтожила других миллионов. Это противоречиво, это нелогично даже. И я по этой, по другими причинами решили изучать совсем новый язык. Мой четвертый язык, русский язык. Изучая этот язык, по учебнике военездатор, в видео совершено другую картину, которая вообще отличалась от такая картина, которую нам всегда показали о Советской Союзе, Красной Альбе. Дружба народов, дружба между людей разных стран, разных цивилизаций. И стал понимать, что на самом деле мне целой жизни обманули. Обманули. Я приехал в Россию первый раз в 2014 году, нашел здесь совершенно другой народ, который вообще обещался от такого народа, который нас всегда представляли на Западе. И когда я приехал в городе Санкт-Петербурге первый раз в 2015 году, я стал общаться с людьми, которые жили при блокаде, с людьми, которые действительно страдали при войне. Я стал лучше понимать, что такое была война, что такое была блокада Ленинграда. Я познакомился тогда с группой реконструкторов клуба консомольца, они меня пригласили на историческую реконструкцию, военно-историческую реконструкцию. Это для меня была просто мечта, поскольку даже в детстве я думал, а если я смог бы служить в этой замечательной армии. Я правда служил в гражданской армии, дошел до младшего лейтенанта, у меня с собой погоны младшего лейтенанта советской армии. Я прекрасно помню, как в этой событии были больше, чем 10 тысяч человек, в том числе даже ветераны Великой Отечественной войны, люди, которые мне благодарили, которые хотели со мной сфотографироваться. Я стал понимать, насколько тему благо Домиенграда это всем, которые живут в этом замечательном городе важно. И так я стал думать, как я хотел бы, что в Бразилии побольше почитали бы историю Красной армии. Как я хотел бы, что люди, в том числе и в России, узнали бы, насколько страшно, насколько мерзость является нацизм. И мне лично печально, что пока тысячи людей, миллионов людей здесь умерли со словами «За родину, за Сталина», с серпом и молотом на своих щенере, на своих пилотках, на своих ушенках, сегодня говорят нам, сегодня я санузе думаю, как в Бразилии стали преследовать таких людей, которые также носили собой серп и молот. И спокойно умер в Бразилии преступник, как доктор Менгели, нацист, который жил в спокойствии до своих последних дней, к сожалению, в моей стране. «За родину, если не убедиться, не убедиться, не чтобы не убедиться». «За родину, Мачу, я не балку, я молодец, я continents! Очень даже мои данные люди! И огромные люди в Таливе, в Европе! И огромные солдаты! И многие люди, мне сильные солдаты! И огромные коммунисты! Афизеяи! В Европе! Это была пародия, я понимаю, но вы догадались, да, это была пародия на знаменитого теоретического персонажа, самого популярного во времена войны, персонажа для пародии и для карикатур. По воспоминаниям Клавдии Шульженко, она признавалась в интервью после войны о том, что было очень волнительно выступать на первых их концертах фронтовых. То есть они, такие артисты, как Утесов, которые были уже очень знамениты до войны, Шульженко, их первые объявленные концерты были для них очень волнительными. Меня зовут Денис, я родился в семье военнослужащего, родился я в Чите, по национальности я белорус. В 90-м году, в 91-м году, когда начались все эти события, мы с семьей переехали на нашу историческую родину, небольшой город под Минском, провинциальный. В Минске я учился в театральном институте, получил диплом актера и режиссера драматического театра. Как я связан с войной? Оба моих прадеда воевали, они были на войне. Один погиб в результате неудачной партизанской операции, он был партизаном. Второй мой прадед прошел всю войну. В 46-м году был ложно обвинен, знаменитая статья «10 лет без права переписки». Он был отправлен в ссылку. Перед тем, как его арестовали, он вышел из дома, бабушка его держала, не давала ему этого сделать. Он вышел из дома и выбросил свои ордена в огород. Он сказал, ну если меня обвиняют в том, что я предал свою родину, хотя он дошел до Берлина, если меня обвиняют в этом, то не должно быть никаких свидетельств этого. Его отправили в ссылку. Как потом выяснилось, он работал на урановых разработках. Три или четыре года он там отработал. Стал плохо себя чувствовать. Его отправили во Владивосток. Там он еще какое-то время поработал. Его вернули в Беларусь, где у него обнаружили рак крови. Умер он буквально за три-четыре года до моего рождения. Моя первая книга, которая меня познакомила с войной, я думаю, что это была не школьная книга. Это была книга, которую я читал лежа на печке у бабушки. Это была повесть о настоящем человеке. Вот эта вот тема подвига, видимо, она во мне осталась и все это время как-то жила. И я помню свое ощущение, когда мы заканчивали театральный институт. Открою вам небольшой секрет. Многие актеры хотят сыграть в военных фильмах. Да, на самом деле. Многие актеры хотят сыграть героев, хотят сыграть медсестер, которые выносят этих героев из-под шквала, из-под пулеметного огня. И у меня, честно говоря, тоже было такое желание сыграть какого-нибудь. Неважно кого, офицера, солдата, но чтобы в меня попадали пули, чтобы я падал. Чтобы мама моя переживала, плакала, не знаю. Такие ощущения были. Это были какие-то ощущения юности. Конечно же, сейчас совсем все по-другому. Когда мы готовились к этому вечеру, конечно же, мы изучали огромное количество. Лично я изучил для себя огромный объем информации. Это были фильмы, это были художественные фильмы, это были документальные фильмы. Это было много каких-то документальных, литературных материалов. И у меня такое ощущение, что... Да даже нет ощущения, мне кажется, это... Оно у многих, что ощутить, понять, что было тогда, что было тогда на войне, что было в Ленинграде, как люди голодали, как они пытались выжить. Ну, это невозможно представить. А сыграть это в кино... Я тоже не знаю, как это можно сделать. Я смотрел «20 дней без войны», фильм Германа. Но Никулину я верю. Никулина воевал, он был на фронте. Это такие тонкие актерские истории. Да, когда мы готовились к этому вечеру, я изучал вот такую вот книгу, называется «Фронтовой юмор». Да, на самом деле здесь очень много анекдотов, здесь очень много рассказов, здесь очень много песен. Знаете, вот это знаменитое... «Кто сказал, что надо бросить песни на войне после боя? Сердце просит музыки вдвойне». На самом деле, у нас, мы в студенческие годы делали какие-то небольшие концерты, мы делали какие-то зарисовки театральные ко Дню Победы. И я помню вот это вот свое состояние. Ко мне пришли друзья, это был первый курс. Я очень сильно волновался. И мы читали письма. Мы читали письма блокадников, мы читали письма просто людей, которые были на фронте. И у меня было такое состояние, это я вам мало кому рассказывал на самом деле, но это волнение, плюс вот этот материал, с которым мы работали. И я не мог сдержать свое тело. У меня все... У меня вот так вот... Мое тело ходило ходуном, скажем так. Мои друзья, которые были на спектакле, там сказали, ну, как бы видно было чуть-чуть, что ты немножко дрожишь. А у меня все внутри просто сотрясалось. Я к чему это говорю? К тому, что сейчас я открою вот этот лаклорец. И тоже буду немножко играть, немножко петь, если я буду петь. Вы не волнуйтесь. Ладно, что вы не волновались. Можно мне вот это? Как вы думаете, какие песни помогали вот людям на фронте, на войне, как бы поднять там вот боевой дух? Ах, дорожка фронтовая. Эх, дорожка фронтовая. Да, хорошо. Какие еще вы... Ну, понятно, что, да, романс сидеть, а петь... Пел. И любил. Играмная ромашка. А какие еще варианты? Он выливался на колландске, на колландске не продумывался, на школе, на ней тяжелые. Играмная. Ну, вы знаете, я сейчас сыграю знаменитую мелодию. Все ее знают. Точно, вы угадали. С трех нот. Да, это знаменитая мелодия. Яблочко. Есть еще такой танец. Это русская песня. Она... Вы знаете, ее исполняли в гражданскую войну. Ее исполняли белые. Ее исполняли красные. Великую отечественную войну она звучала на фронтах, в окопах, в землянках. А... Сегодня прозвучит... Несколько кублетов прозвучат здесь. А! И танцевать можно. Что? Танцевать можно. Заходите. Если хотите, можно станцевать. Если угодно, конечно. Эх, яблочко. Эх, яблочко. Росло завислою. У врага под Москвой дело кислое. У врага под Москвой дело кислое. Эх, яблочко. Да, да, с червоточинкой. Немцу взять, и Ленинград нету моченьки. Немцу взять, и Ленинград нету моченьки. Эх, яблочко. Да, наливается на шарусь, и на врага под ним. 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 Поднимается. Эх, яблочко. До розмариного Эх, всех врагов победим до единого Всех врагов, всех врагов, всех врагов победим до единого Простите за исполнение, конечно Я 12 лет назад последний раз играл на байоне Мне было очень мало времени подготовиться Простите, простите, простите Да, ну волновался я сейчас чуть меньше, чем на первом курсе Но, тем не менее, волновался Да, как интересно Это вроде бы, вроде бы не какое-то выступление театральное Нету какой-то роли здесь Но волнение, наверное, не меньше, чем у Классникова На выступлении перед работовыми официальными А в заключении, я, как уже сказал, я родился Не в Невременграде, не в Цербурге Родился я в Чите Первый раз, когда я приехал в Ленинград У многих ощущения от города Такое, когда они сюда первый раз приезжают Здесь жил Пушкин Жил, поил, любил Писал эпиграммы Здесь произошла революция Жила царская семья Здесь много-много всего было Центр культуры Для меня всегда Ленинград был, как город, который был в блокаде Когда первый раз я сюда приехал И, наверное, когда я был здесь и второй, и третий, и четвертый раз Я шел по улицам, и я представлял себе, что Вот здесь лежали люди Они шли, они здесь умирали Вот здесь Вот здесь они пытались как-то найти себе какое-то пропитание Вот здесь они ходили И это ощущение у меня было, как я уже сказал Не проходило очень долго Для меня Ленинград был В первую очередь Вот этим вот городом-крепостью Понять и ощутить Что ощущали люди, которые жили здесь Мне кажется, это просто невозможно Но, я думаю, нам необходимо об этом помнить И знать И передавать информацию другим поколениям Спасибо Хорошо, спасибо У нас есть около 10 минут времени Если у вас есть желание пообщаться Я надеюсь, вы видели, что мы пытались избежать Каких-то простых ответов Пожалуйста, если очень коротко каждый выскажется Не к тому, что какие у кого личные истории Мы их уже чуть-чуть послушали А просто действуют какие-то мысли Ощущения Не обязательно хорошие Любые У нас здесь есть гости, которые наполовину русской Попробуй Это твой момент Твой момент вернуться в русский язык Нет, я не могу Я извиняюсь Я извиняюсь Рассказывайте Я не знаю, что говорить Просто расскажи про то, как ты пишешь роман по воспоминаниям своей дамы Несколько слов Вас простят Нет, нет, нет Я не хочу Я извиняюсь Хорошо Люба просто родилась в Петербурге Жила здесь До скольки лет ты жила? До 15 лет Без микрофона она может говорить Хорошо Американцы застенчивы Потом уехала в Америку Но ее родственники переживали блокаду Хорошо Есть какие-то еще вопросы, ощущения? Может быть, вы хотите спросить что-то у наших участников? Это абсолютно разовая программа То есть то событие, которое вы видели, оно уникальное, оно закончилось Оно останется на видео Но это то, что принципиально я как режиссер обсуждал с библиотекой То есть это не концерт Это конкретная часть Просто впереди у нас 9 мая Я подумала, что это был бы ваш опыт Как-то передать и рассказать Было бы очень интересно Мы можем придумать что-нибудь новое Спасибо Все какие-то ощущения, вопросы Ты что-то хочешь сказать еще? Бразильский человек Ну, не стесняйтесь У нас еще буквально 7 минут Мы не будем только ждать Во-первых, я хочу вас поблагодарить За ту душевность И то, что вы сегодня здесь показали Это действительно очень важно Очень-очень-очень-очень нужно Я не живу в Петербурге Я живу в Хабаровске И я счастлива, что я сегодня здесь Но мой род Родом из Петербурга И мой дедушка По озеру жизни Перевозил Людей, грузы И был кондужен И для него тоже больно вспоминать о войне И я приезжаю в Петербург И я всегда задавала себе вопрос Почему этот город такой особенный И сегодня, именно сегодня Вот смотря и наблюдая за тем Что вы делаете С огромной искренностью Вы знаете, у меня родился ответ Вы знаете, блокада Количество боли, которое переживали люди На какой-то момент Оно переполнило чашу И вы знаете, что произошло Я думаю, что это только Ну, может быть, не так кажется Это именно качество русских душ Количество боли переродилось в любовь Любовь к жизни Любовь к людям Любовь к порезе Любовь к книгам И именно по этой причине Петербург такой особенный И нет такого города в России Больше ни одного Спасибо вам, ребята Спасибо Спасибо Ольга Николаевна, вы хотите что-то сказать Я хочу сказать Спасибо вам И чтобы наша боль Переродилась в любовь Давайте слушать диалог с книгами Отлично Еще раз большое вам спасибо Пока Спасибо Спасибо